Привет, это Варлорд! Сегодня в новостном видео у меня серии супергерои Ниндзяго 20 по 22 июля на Комиконе в Сан-Диего будут продаваться по цене в 40 долларов два набора с фигурками Брикхэтс. Один по Марвел, один по DC Comics. Начнем с набора по Марвел. Он интересен тем, что в нем будет фигурка Человека-паука и Венома. 144 деталей будет в данном наборе и как по мне он получился классным и по детализации даже нравится мне больше, чем основная линейка Брикхэтс. Уж Человек-паук так точно. Большое количество принтованных деталей из аксессуаров Паутина. Если говорить про Венома, то характерные щупальца и также его большой язык. Пойма этого деталь клыков и также большие глаза. Еще один набор по серии DC Comics на этот раз. Там будет две фигурки. Это Супергелл и Марсианский охотник. Мне очень понравилось то, как, во-первых, сделана Супергелл. Крутейшая прическа, характерный костюм. В общем, такую фигурку я бы очень хотел себе в коллекцию. Ну, а если говорить про Марсианского охотника, у него красные глаза, также крутой черный костюм. В общем, тоже классный, на мой взгляд. Ну, если сравнивать, то набор по DC Comics показался мне лучше. Я очень хочу как-то заполучить его в себе коллекцию. Возможно, закажу. Не раз уже говорил, что будет три набора по Лего Лиги Справедливости. Как вы помните, изображение каталога было, а вот официальных изображений пока нет. Но зато есть примерные цены. Битва за Атлантиду 76085 будет стоить 1770 рублей. Отличная цена, кстати, есть и описание. Чрезвычайная ситуация. Парадемон хочет украсть бесценный ящик. Отражая атаки злобного захватчика из мощных бластеров Аквамена и плазменных ружей Стражей Атлантиды. Отрази попытки суперпрыгучего парадемона разрушить Великую Арку, не дай ему украсть драгоценный ящик из Атлантиды. Сражение в туннеле 3650 рублей. Передвигайся по туннелям с острова Страйкера на суперманёвренной гусеничной машине Бэтмена, чтобы сразиться со злобными парадемонами. Также, как вы знаете, это единственный набор, в котором есть флэш, и цена у него также приемлемая. Внимание! 9300 рублей на падение с воздуха. Набор переоценён, как по мне, я его не хочу. Присоединяясь к миссии Лиги Справедливости, я держи победу над Стрепным Волком и Парадемонами вместе с Киборгом, управляя летающей лисицей и стреляя шипонётов и шутеров с пружинным механизмом. Также в интернете мне удалось найти фотографию, где мы можем в качестве посмотреть на всех парадемонов. Выглядят фигурки круто, очень детализированные принты, и также дополнительные детали для того, чтобы передать их крыле. Ну а мы перемещаемся к серии Лего Ниндзяго Фильм. Итак, как вы знаете, появится ещё один набор, его название будет звучать как Гармадон, 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 и набор этот будет продаваться эксклюзивно в сети магазинов Toys R Us по цене 80 евро или же 80 долларов. Скорее всего, набор этот достать я постараюсь, и себе он представляет летательный корабль в форме большой акулы, на которой Гармадон будет перемещаться по Ниндзяго Сити. Ну и как вы все знаете, на моём канале вышло достаточно видео по теме Лего Ниндзяго Фильм, и пишите в комментариях, хотели бы вы ещё их увидеть на канале, потому что у меня есть и официальное изображение танка Зейна, и ещё много чего интересного, что хотелось бы с вами обсудить. Мой новостной выпуск подходит к концу, ставьте лайк, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, удачи, пока!